На образование, улучшение жилищных условий и инвестиции. Возможность использования маткапитала для вложения в ценные бумаги на повестке обсуждения в правительстве России. По итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова предполагается разрешить вкладывать детские в депозиты и облигации. Правда, все эти финансовые инструменты должны быть либо обеспечены госгарантиями, либо выпущены госкомпаниями или госбанками. Дело в том, что перечисленные в предложении инструменты это либо гособлигации, либо банды государственных корпораций. А это самый низкодоходный инструмент сейчас на нашем рынке, но и самый надежный. Так вот, доходность по этим инструментам на горизонте до года не более 4%. На горизонте до трех лет около 6%. Такие инвестиции немногим выше уровня инфляции. Получается, что от нынешней суммы маткапитала в 466 тысяч рублей инвестиция принесет не более 28 тысяч рублей годовых или 1700 рублей в месяц. А суммы за двоих детей годовой купонный доход составит 38 тысяч рублей или около 3 тысяч в месяц. Но вариант обналичивания и выведения маткапитала на другие нужды исключается. Предполагается, что семья сможет получать на руки только проценты. Сейчас достаточно распространено мошенничество. Именно поэтому была введена уголовная кодекса статья 159.2. Это мошенничество в виде получения денежных средств в качестве субсидий, пособий. Поскольку это получилось широкое распространение у нас в стране, оно никак не отслеживается просто по заявлению потерпевшего лица. К разработке инициативы уже подключились Минтруд, Минэкономразвитие, Центробанк и Министерство финансов России.